Приветствую, друзья! С вами Лена. Канал Ленуся Мур. Не успела я загрузить видосик вчера с ответами на вопросы, как вспомнила, что месяц апреля у нас кончается, и надо же как-то отчитаться за сделанную работу, посмотреть, как у нас был план, выполнили мы его или нет. Ну и показать, что будет делаться предварительно на следующий месяц. По плану у нас было апрель. Апрель. Подождите, где апрель? Точно. О, ребята, стойте. Мам Гош финиш. Прикольно так составить план и потом на него посмотреть. Точно. Апрель, мам Гош финиш. Ну, вы видели мам Гош. Она сейчас висит у меня у бабушки в комнате. И я, конечно, сейчас туда не пойду, но я что-то про нее вообще забыла, честно. Надо же. Вот вообще, понимаете, начало месяца, это где-то далекое-далекое прошлое. Короче, она висит у бабушки в комнате, я вам вставлю картиночку. Забыла про нее. Мам Гош финиш. Конечно, я ее финишировала. Ладно. Геральт и волки надо было продвинуть. Мы хорошо продвинули Геральта. Геральт все помнят. От химеры Геральт. Мы его неплохо продвинули, перешли на новое пространство и позаполняли его, покуда были силы. Хорошо поработали. Дальше были волки. С волками наша вот эта крупа знаменитая. Все ее знают, а мелкая Еленка. Ну и волков вы тоже знаете. Вот они, волчарики. Кроме того, была сделана к Пасхе вот эта белка знаменитая, с нашими изменениями, которая была этим гулем, а потом покаялась и стала пасхальной белочкой с надписью «Христос воскрес». Чем я очень довольна, кстати. И потом у нас, понятное дело, появился вот этот дружок. Неохотный приятель от Лукаса. Можно сказать, что внезапно, достаточно внезапно. Ну, не совсем внезапно, потому что предположения были, хотя в плане его не было. Но предположение, что я вернусь в Лукас, вернусь в СП, еще никак не могу запомнить, она называется СП или СО. И чем они отличаются, друзья? Совместный отшив и что? А СП это что такое? Совместный пошив? Слушайте, кто специалист в этих тонкостях и чем отличается СП от СО? Лукас у нас, по-моему, СО. Совместный отшив. Ну ладно. Допустим. Вот, короче, что мы сделали. По плану Геральта, по плану Волков, по плану Мам Гош, которую я вставлю картиночку куда-нибудь сбоку. И вне плана Белочка. И почти вне... Ну, то есть, в данном случае, вне плана, да. Лукас. Я считаю, что я продуктивно поработала. Да, ну и кроме того, конечно, сказки. Сказки тоже неплохо подвинулись в последние два дня. Так, я считаю, что неплохо поработала в том смысле, что повредила здорово спину и две недели мало куда годилось. Да. Да. Ну, ничего, ничего, ничего. Ничего, все нормально. И самое время обратиться к планам будущего. Планам будущего на май. А в мае у нас написано «Старт летних РТО». Что такое летние РТО? Я вам показывала в свое время, к чего я купила. Вот эти вот домики в первую очередь будут стартовать. Будут стартовать в первую очередь, потому что мы, вроде как, собираемся на море поехать в поселочек прибрежный. И вот это будет наиболее отражать, ну, если иметь в виду, что примета на путешествии, знаете, все так делают, собираются путешествовать, вышивают подходящие местечки. И вот вышить не вышить, но начать вот этот вот более других надо. Затем вот этот сюжетик. Это все от одной художницы, одна шотландская художница. Она рисует шотландские картинки, шотландские пейзажи. Я РТО сделала вот три таких наборчика, которыми мы и займемся, наконец, в мае месяце. Между посадкой картошки и прочими огородными работами и переживаниями за конец учебного года, родительскими собраниями и прочим. Да. Ну, да. Но я думаю, видите, план достаточно скромный составлен на май. Всего лишь старт летних РТО. Понятно, что туда вклинится что-нибудь еще дополнительно, но нагрузка специально дана такая небольшая, с учетом всех обстоятельств. Эти РТО-3 я хотела закончить, ой, начать закончить, начать еще прошлым летом. Прошлым летом, но там почему-то не вышло. Не помню почему, но не вышло. Ну, надеюсь, что в этом году весь месяц май предоставлен этим процессиком, и я думаю, что ничто не помешает их хорошенечко начать, как минимум. вот такое у нас получилось. Я считаю, что здорово. Я с собой довольна. Я думаю, вы тоже мной довольны. Но мы с вами еще много поговорили, разных историй порассказали, на разные темы пообщались. И я думаю, что это ничего, что я отклоняюсь от вышивальной тематики. Я не сижу и не рассказываю вам все видео только о количестве крестиков, о качестве канвы и о прогрессе. Я вам вклиниваю разные дополнительные рассуждения. Думаю, что оно вам не очень мешает, а может быть, даже в чем-то помогает. Во всяком случае, ровный, спокойный разговор. Он годится под вышивальный фон, я думаю. И даже не совсем важно, что там речь идет не только о вышивке. Вот это я, друзья, хотела вам сказать, доложить, отчитаться в таком коротеньком видео и сразу его выпустить. И все. Мои, так сказать, совесть чиста и руки свободны для следующих совершений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok